И всем привет, ребят! С вами Мистер Баник и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новостям. Сегодня у нас четверг и уже есть новости по изменениям в балансе и по ультра уикенду. Начнем, наверное, сегодня с ультра уикенда, потому что новостей с изменениями баланса очень и очень много. Есть о чем поговорить, поэтому мы оставим это на самое вкусное. Ну а сначала поговорим про ультра уикенд, который с завтрашнего дня уже у нас стартует в игре. С 10 по 13 число захват флага режим будет у нас на карте песочница ремастер и формат только пушки, корпуса и расходники. Я так понимаю, что это без дронов и без непосредственно овердрайвов. То есть крутой песочек на захвате флага. Я считаю, что должно быть интересно. Если еще можно будет пикать группой, то с точки зрения моей, как игрока, который там не гонится за супер-мега большими какими-то цифрами, это нормальная темочка, на которой можно будет поиграть, при том без овердрайвов и дронов, если так я правильно понимаю. Также у нас появляются ультра-контейнеры, появляются коинбоксы, появляются супер-миссии. Их у нас тут, как всегда, я так понимаю, 5 штучек. И уничтожить по 130 танков 2 миссии, подобрать ДА-шку 330 раз, 9000 очков на захвате флага в этом. Можно, например, на этой же песочнице ремастер, ну и один раз войти в треку лидеров и за все это получить 7 ультра-контейнеров. Неплохо пойдет, почему нет. Ну и 2 спецухи с 250 ультра-контейнерами и с 15 ультра-контейнерами за 2 и 20 тысяч соответственно. Плюс повышенные, понятное дело, двойные фонды и опыт. Поэтому все, кто нуждается в кристаллах, начинайте фармить. Ну и теперь самое интересное, это список обновлений. И здесь, как сказал Тёма, он просто офигел от того, сколько пушек. На все пушки практически есть изменения, но не все так страшно. Не все так страшно, как вы думаете. Скажу сразу вкратце, а потом пройдусь уже по каждой пушке отдельно. У нас увеличили шанс критического урона практически на всех пушках с 10% до 12%. При этом на всех дальнобойных пушках и средних дальности пушках уменьшили дальность минимального и максимального поражения. То есть на расстоянии теперь с этими пушками будет тяжелее играть. Не знаю, зачем, честно говоря, это сделано. Я бы наоборот увеличивал дальность, чтобы можно было дотянуться до определенных зон. Но у нас в этом плане фиксиса. Момент. Появляется также у нас новое устройство для твинца Креатрон. Я так понимаю, что это устройство, которое с критическим уроном будет замораживать противника. Критическое попадание замораживает цель на 0.5. На 0.5 это, наверное, там очень мало. Но все же есть что-то. Дальность минимального поражения повышена на 50%. И критический урон снижен на 50%. Это исключительно для твинца с этим устройством. У Изиды увеличили просто шанс критического урона. У Теслы также увеличили критический урон. Молота с дальностью занерфили. Так же, как и твинца. Так же, как и рикошета. Страйкера ничего не делали за исключением того, что увеличили так же само шанс критического урона. С Маку уменьшили время перезарядки на 0.2 секунды. Ну и дальность тоже занерфлена. То есть, дальность нерфится и у этой пушки, и у Вулкана нерфится дальность, и у Грома нерфится дальность, и у Магнума. Что у нас у Магнума? Устройство миномет больше не снижает урон. Что-то тут непонятное написано. Урон взрыва полностью отключен. Непонятное вот здесь вот написано с Магнумом. Я что-то не шарю. Ну, шанс крита тоже увеличенный. У Гаусса так же само. Процент минимального даже поражения снижен. И на дальность тоже занерфлено. Шафтом более такие плохие, наверное, изменения. Да, в очередной раз его нерфят. Его все ищет этот супер баланс. Но опять есть нерф, но при этом есть и плюс. То есть урон аркадного выстрела увеличили на 45 единиц минимальный урон. Максимальный урон почти на 90. А, ну на 90, да. И урон критического выстрела тоже увеличили. То есть вот так вот просто пробелом, вот так вот бах-бах-бах. Теперь шафт будет поинтереснее смотреться. Но в прицеле все становится хуже. Да, и максимальный шанс критического урона тоже с 20% снизили до 12%. Снайперский выстрел вместо использования всей энергии баллона тратит только 20% плюс уже потраченную на зарядку выстрела энергию. Вот этот, кстати, момент я не понял, если честно. Снайперский выстрел вместо использования всей энергии баллона тратит только 20% плюс уже потраченную на зарядку. А может быть, кстати, это что-то интересное. Я не особый шафтовод, чтобы понимать, как это работает. Но в этих словах есть какой-то подвох. В легких конденсаторы перезарядку снайперского выстрела сделали быстрее. И снайперский выстрел тратит на 50% меньше энергии. То есть легкие кондеры, наоборот, круче стали. То есть тяжелые кондеры, перезарядка снайперского выстрела медленнее. А тяжелые занерфили. То есть легкие кондеры апнули, тяжелые занерфили. Бронебойная фокусировка снайперский выстрел тратит на 50%. Шафт с пробитием тоже апнули. Хоперу перезарядку написано увеличено со 180 до 150. Но я так понимаю, что это не увеличено, а уменьшено со 180 до 150. И дрон Кризис использует теперь дополнительно аптечки и мины. Какое количество, не написано, но я так понимаю, что приравняли к такому же самому количеству. Сколько тратится на ДДшки, ДАшки и Нитрушки. Шафтом? Шафтом, шафтоводы. Тестируйте сами, я ничего не знаю. Но здесь, потому что написано, есть и нерфовая часть, есть и интересная часть, то что вы теперь с аркадных выстрелов сможете наносить больше урона. А по поводу сводки, здесь есть какие-то устройства, с которыми есть преимущества. У тебя терпит волнительное, но насколько оно будет сильно чувствоваться, я не знаю. Потому что я не шафтовод, я за этим не слежу. Дальность на всех пушках средней и большой дальности занерфлена. Я не знаю зачем. Я не знаю зачем. Это, я уверен, что будет чувствоваться. Ну и там надо просто смотреть, что лучше использовать, да. И насколько это будет печально или не печально смотреться, да. Но пушки, что средней дальности, как я сказал, что и большой дальности тоже занерфили. За исключением, конечно же, страйкера. Страйкера никто не трогал. И магнума там тоже не трогали, да. Все остальные, похоже, пушки у нас в этом компоненте практически занерфились. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Напишите, что вы думаете по поводу ультра уикенда. Если есть какие-то мысли или хотели бы увидеть тест каких-то вооружений прямо уже завтра, то пишите в комментариях. Постараюсь завтра для вас что-нибудь запилить, затестить и рассмотреть. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписан. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.